Всем привет! Продолжаем говорить о физическом моделировании, о самых простых вещах. Итак, и что вы сегодня увидите? Вы сегодня увидите парочку моих примеров по предыдущим темам. То есть это такой промежуточный итог, потому что далее мы закончили на трении по наклонной плоскости. Вот, ну, о физике, да, но там все можно упростить еще раз, да. А далее мы перейдем уже к, там, этим, столкновениям. Вот, то есть, ну, я не знаю, буду ли я рассматривать столкновения с прямыми линиями, вот, или нет. Ну, посмотрим. В общем, это все впереди. А вот сейчас уже мы какие-то темы прошли, и вот я тут наклепал небольшие примеры. Примеры это тело свободно падает, потом влияние, там, скажем, ветра, гравитации, ну, вот, все такое. Вот, и что я тут понаделал? Я тут добавил в основную папочку, то есть на гитхабе, а на отдельном репозиторе лежит tools.src, и там будет папка physics. И в physics тут набор всяких, всяких исходников. Вот, 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 вот. Ну, вот есть физическая модель, это самое основное, да. То есть это все, можно сказать, черновики. Вот это вот функция bottom border collision, это вообще было добавлено за 20 минут до записи этого видео. То есть я решил все-таки сделать. То есть пришел такой, думаю, так, сделаю, сделаю, сделаю столкновение с, ну, нижней частью экрана, да, как будто бы тело упало и столкнулось. Вот, то есть это уже, вот это уже точно из разряда паттерна костыль. Вот, но это как бы черновик. То есть если будет время, можно будет вот это все развивать, эту физическую модель так, чтобы все у нас красивенько работало, вычислялось и наши тела вели себя максимально приближенные к каким-то физическим законам. Да, не обязательно планеты Земля, наших миров, но все равно, чтобы там была какая-то инерция, ускорение, скорость там и все такое. Вот, дальше у меня просто есть, ну, к примеру, вот классик сила, да, это, что это такое? Я просто задаю, это обычный вектор, вот он, он вектор, но он еще хранит значение, как бы. По факту вот это вот значение является длиной вектора, ну, как бы, можно сказать здесь дублирование. Но, 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 с другой стороны по-другому называется. Ну, что я тут задаю, я задаю флот, первое. Это, это, это значение силы, да, вот, ну, грубо говоря, длина вектора. А второе, это градус. Куда направлена эта сила, ну, этот вектор, да, вот. Вот, и внутри, как бы, пересчитается, мы, пересчитается, как бы, вот эти вот, пересчитаются вот эти вот проекции. То есть, в классе, в обычном векторе мы задаем x и y, к примеру, да, там вот здесь, в x и y. И длина посчиталась бы. Здесь же мы задаем наоборот длину, а вот эти вот проекции пересчитаются. Соответственно, я здесь указываю, что сила, к примеру, равна 10. И вот это, куда она направлена, то есть, в этой системе координат, где 0 здесь. То есть, это относительно, вот, центра тела какого-то, да, которому я даю эту силу. И если я укажу, к примеру, 100 и тут 90, это значит, на какое-то тело, которое содержит это значение, будет действовать сила размерностью 100 и вправо. Если 180, это вниз. То есть, в моем здесь примере вы сейчас дальше все увидите. Силу гравитации я указываю, как. Вот это вот объектик этот есть. И я указываю, к примеру, если 9,8, 9,8, да, это мы знаем, 9,8, это у нас ускорение свободного падения на планете Земля. То она действует куда? Всегда вниз. Вот, то указываю 180. Ну, это такое, тут ничего сложного нету, разберетесь, вот. Что физическая модель? Физическая модель, как бы, в общем, хранит то, о чем мы говорили. Я сказал, это черновик, придираться не нужно. И это, чтобы это не было черновиком, нужно немало поработать, не отвлекаясь. Это нужно все бумажечки, там всякие графики, ну, типа геогебры вот этой вот. Все чертить, рисовать, продумывать, что это все будет. Вот. Но по-быстрому, что у меня здесь получилось, у меня здесь вектор сил есть, которые могут действовать на объект. Ну, как минимум, одна из сил это гравитация, она будет содержаться в этом векторе. Дальше можно добавить ветер. Это вторая сила. Может быть, еще какая-то сила будет. Может быть, не знаю, если это космическая какая-то игра, там будет подлетать здоровенное другое тело, которое тоже будет действовать. Вот. Ну, это такое. И дальше у меня просто есть понятие массы, коэффициент трения и вектор этого коэффициента. Позиция, это, понятно, скорость и ускорение. Ускорение на данный момент здесь нигде не используется. Я еще не решил. Может его вообще убрать это ускорение. Потому что ускорение это сила, которая постоянно действует. на объект. Соответственно, сила можно добавить вот сюда. Помимо гравитации, добавить еще одну силу. Вот. Но. Это такое. Смотрите. Ну, каждый... Когда я вызываю тик, это как бы обновляю состояние объекта. И когда я его обновляю, у меня здесь пересчитываются... Пересчитываются состояния. Вот. Но здесь есть такая разница. Это я тоже добавил буквально, может быть, за час перед видео и все. Вот. Что вот это? Это я определяю, если... А, вот. Если есть хоть какие-то силы, то значит, тело либо падает, либо, короче, находится под воздействием каких-то сил. А вот это в простом виде. Это если сил никаких нет. Есть просто скорость и какое-то трение. Если мы трение не зададим, то этот объект просто будет двигаться. Если же мы зададим тело, то это как будто бы, знаете, мы сверху смотрим на что-то. Вот. И у этого сверху, ну, вируш, шары бильярдные, да. Вот. То они кодятся, кодятся и останавливаются. Катятся, катятся и останавливаются. Вот. И есть какой-то коэффициент трения. То есть он может быть... Он схож с силой притяжения. Ну, это, опять-таки, это черновик. Все тут можно переделать. Можете переделать. Для себя самое главное, чтобы вы увидели, что каких-то суперсложных расчетов нет. То есть все основные расчеты у нас вот идут вот здесь, в тике. Ну, как основные. Есть предварительные расчеты. Предварительные это вот, когда я добавляю силу. Когда я добавляю силу, я добавляю вектор. Дальше я суммирую эти вектора. А, точнее, ну как, у меня есть одна сила. Я получил результирующую. Когда я добавляю еще одну силу, к этой результирующей я прибавляю новую. Ну, чтобы каждый раз мне бегать по вектору и не пересчитывать. Вот. Теперь смотрите. Я могу удалить эту силу. То есть я храню для чего это все в векторе. Чтобы можно было удалить. Ну, к примеру, мы добавили ветер и гравитация. То есть в какой-то момент игры мы можем ее удалить. То есть вот здесь я перегрузил оператор сравнения. Оператор равно. Вот для векторов и для сил точно так же. Вот оператор равно. Ну, и в общем нахожу и удаляю. Ну, такое. Дальше, дальше, дальше. Давайте, может быть, запустим. Вот это керкал-то с предыдущего примера. На него не смотрите. Вот у меня есть объект. Объект. У этого объекта есть вот эта наша физическая модель. Дальше это чисто графические заморочки для отображения объекта. И у объекта есть понятие. Ветер, гравитация и скорость. Вот. Итак, когда я устанавливаю ветер, вот. Я сначала удаляю на всякий случай, вдруг там уже был ветер. Ну, то есть, вот. Ну, точнее, как бы удаляю. Я там могу два раза случайно установить ветер. Вот так, так. Соответственно, там будет два этих ветра. Зачем? То есть я на всякий случай удаляю предыдущее значение. И дальше устанавливаю новое. То есть я устанавливаю. И для чего я вот как раз и позадавал вот эти вот перемены. Wind, Gravity и Velocity, да. А, Velocity это вектор, это не сила. Ну да, потому что он меняется. Это вот эти силы действуют постоянно. А это просто вектор, который может меняться. Так вот, смотрите, для чего я сохраняю это отдельно. Можно было бы просто add force. Но, а как мне тогда удалить? Правильно. Чтобы что-то удалять, надо его сохранить. Поэтому я специально создал это переменные, в которые сохраняю эти значения. То есть я могу добавить ветер, удалить ветер, добавить гравитацию, удалить гравитацию, добавить скорость. Точнее, установить скорость. Установить силу трения. Ну и все такое. Все такое, все такое. То есть это черновик и здесь много еще чего нету. Даже на базе того, что мы уже знаем или то, что мы уже вспомнили. Ну и давайте перейдем к примеру. Первый пример. Первый пример. Вот у меня... Я устанавливаю определенные позиции по иксу 500, по иксу 20 и инициализирую. Первый пример. У меня инициализируется объект и устанавливается скорость. Вектор скорости вот такой 2 и 4. Это значит по иксу на 2 будет смещаться, по иксу на 4. Ну и вот этот костыль, который я добавил, я проверяю. Если было столкновение с нижней частью границы, то здесь вызываю функцию bottom border collision и у модели точно так же. Ну это костыль, ничего такое. Так вот, если никаких сил не действует, то есть грубо говоря это просто объект катится по полю. Ну мы можем сверху смотреть. Или это может 1D игра, когда просто... Ну по типу как Марио, да, вот это расположение. Вот. То есть может оно катиться вправо, потом столкнуться с чем-то и катиться влево. Без всякой физики, например. Вот. Ну давайте запустим этот пример. Так. И там еще будет 3 примерчика. И вы увидите, что ничего там сложного нету, но какое-то моделирование есть. Так. Запускаем первый пример. Нажимаю пробел, потому что со старта у меня все в паузе. И вот наш объект двигается. Двигается с постоянной скоростью. Таран-таран. И вот просто столкновение идет и он улетает. Вот. Что это за столкновение? Я знаю, что он столкнулся с нижней частью экрана. Только с нижней. Поэтому я просто инвертирую значение по Y. То есть есть скорость постоянная и инвертируется это значение. Все. Вот и все. Вот. Первый пример. Это объект движется с постоянной скоростью. Давайте посмотрим второй пример. То есть и как следствие, даже не как следствие, а перед этим мы... Для того, чтобы это во всего добиться, мы устанавливаем этому объекту только скорость. Теперь давайте пример B. В примере B я устанавливаю скорость и устанавливаю коэффициент трения. Вот. То есть это пример аналогичный предыдущему, но объект теперь у нас будет замедляться. Нажимаю пробел, потому что при старте у меня на паузе стоит. И как мы видим, объект ехал-ехал и остановился. Все. Потому что коэффициент трения. Давайте увеличим скорость. Скорость 6 поставим. Нет. По X будет 4, по Y 8. Вот так вот. И запустим еще раз. Вот. Так. Пробел. И катится, катится, катится. Ух ты, блин. Неожиданно. Он у нас покатился по кривой. По кривой. Ну, это тут могут быть, конечно же, какие-то косяки. Короче, косяк здесь в том, что... Что у нас меняется? И X, и Y на одно и то же значение. То есть уменьшается. А так как у нас вектор скорости где-то, давайте все закрою, направлен не под углом 45 градусов. Ну, короче. То есть там X и Y меняют, должны уменьшаться на разные значения. У меня же здесь X и Y уменьшаются на одно и то же значение. Соответственно, доходит до того, что X уже пошел в минус, а Y еще уменьшается. То есть они должны уменьшаться так, чтобы и X и Y в один момент стали равны нулю. Вот. Вот в этом-то и косяк. Ну, я думаю, вы его исправите. Ну, может быть, я исправлю. Если будет время. Но, знайте, это может быть и неисправлено. Но это на самом деле вот здесь пофиксить, так сказать. Так вот. Где оно, где оно, где оно? Вот. И по-хорошему. Нажимаем пробел. И вот оно должно двигаться, двигаться. И, и, и останавливаться. Ну, остановилось. Ну, да и ладно. Это такой бах, 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 бах. Так. Теперь давайте пример C посмотрим. Что у нас в примере C? В примере C просто установлена гравитация. Давайте запустим. Запустим. Start, easy, пробел. И вот гравитация и тело начинает равно ускоренно падать. То есть, с каким-то ускорением. Действует просто гравитация. Я еще здесь на кнопки, на кнопки повесил. Добавить ветер в одну сторону. То есть, это будет на тело действовать сила 90 градусов направленно. То есть, это вправо, грубо говоря, ветер дует. Это влево. И удалить ветер. Так. Ну, давайте запустим. Start, easy. Нажимаю пробел и плюс нажимаю. Добавил ветер. Так, это я сейчас пробел нажал. Сейчас я уберу ветер, звездочка. Убрал ветер. Видите, уже летит. Ну, как бы скорость осталась. Вот. Но ветер убрался. И он еще летит по этой траектории. Вот. Бумс. А, да. Кстати, это об этом потом. Так, давайте еще раз влево добавим ветра. Ветра влево. Пробел. Делить. Вот. Удалил ветер. Вправо добавим. Вправо. Давай, давай, давай. Ну, как вы видите, он по... Эй. Ух ты. Стоя, удалить ветер. Блин, ну, вот это эффекты уже неожиданные для меня. Вот. А, давайте еще запустим. Давайте запустим. И удалим гравитацию. Так, ну, давайте я еще раз влево добавлю ветра. Пусть полетит. Сейчас удалю его. И по тройке. Офигеть. Короче, эффекты неожиданные. Вот. А, давайте. Можно еще удалить гравитацию. Вот, смотрите. Сейчас я запускаю. Пробел. Есть гравитация. Сейчас нажму троечку. Удалил гравитацию. Вот я удалил гравитацию. Но почему объект движется? А потому что была еще какая-то скорость. Давайте добавлю ветер. Вот начинает дуть ветер. Гравитации нету. И скорость постепенно выравнивается. Вот. И пример D еще. Пример D. Где он? Блин. Где ты? Где ты? Где ты? Вот пример D. Пример D это как будто бы мы стреляем из пушки. То есть я помещаю объект и вот задаю такую скорость. То есть это 45 градусов. Направленная вправо. И вот гравитация та же. 0,4 и 180. Так. 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 Давайте запустим. Вот. Сейчас нажму пробел. И моделируется выстрел из пушки. Пробел. И как мы видим полетел по траектории. Бумсь. Бумсь. Кстати по поводу у таких отскакиваний. Что это такое? Это у меня. Это у меня. Где она тут? Object. Вот. Когда я сталкиваюсь с границей экрана. Когда я вижу что есть какие то силы приложены. Это не просто движение. Там шара по этому блин. По полю. Бильярдом. Вот. То я просто что считаю импульс масса умножить на скорость. И. 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 И задаю скорость. То есть я определил что я столкнулся. Определил что есть действуют какие то силы. И я задаю такой вектор. Какой вектор? А вот такой. По иксу это 0. А по игреку вот этот импульс деленный на 15. И инвертирую и игрек. То есть у нас же тело падало. Падало. Правильно. Я получил импульс в момент столкновения. И. Как бы. Вернул его обратно. Да. Инвертировал. Но иногда мы видели что не только вверх летело. А вправо и влево. Но это действие ветра еще было. Вот. Так как. Там действовали еще силы какие то. И соответственно. Кстати. Давайте запустим с ветром. Давайте запустим. О. Давайте запустим пушку с ветром. Я. Я еще не запускал. Не пробовал. Так. Чтобы ветер дул влево. Мне надо нажать деление. Давайте я стреляю. Нажимаю делить. Бумсь. Вот. Ветер паду. И. Это тоже кстати неожиданно. Куда он уехал. Я не рассчитывал. Блин. А ветер действует или нет? Давайте попробуем. Я нажму сейчас ветер вправо добавить. Да. Ветер действует. Потому что объект улетел подальше. А почему он вниз уходит? Не знаю. Но кстати знаете. Может быть вы замечали. В каких то таких игровых движках. Это не является движком. Это просто грубый черновик. Но иногда в каких то игровых движках. Нестабильных. Бывает такое. Что то куда то уедет. Что то где то упадет. И начнет дрыкаться. Вот такой объект. Телепаться туда сюда. То есть на месте не может остановиться. И все такое. Вот. Ну. 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 В общем. В общем. Как вы видите. Что то похоже на моделирование физики есть. Но модель не сложная. Поисправлять какие то ошибки. В данном случае. Вот здесь надо исправить ошибку. А понять почему. Вот сейчас круг этот вниз уезжает. Непонятно. Скорее всего. В момент. А. Ну да. Я примерно понял. Потому что постоянно работает. Вот эта вот функция. Где она. Bottom border. На этом этапе нужно просто. Просто. Просто определить. Давайте вот сразу. Если. П. Большей. Единички. То только тогда. Вот эту всю штучку. И делать. Ну. Вычисляю. Да. Вот. Импульс. Вот. Скорее всего. Вот это и решит проблему. Давайте стрельнем. Ветер. Ветер. Вот. Ветер у нас. Бамс. Нет. Не решила. Нет. Не решила. Возможно оно сюда еще заходит. Давайте. Последний тест. Вот. И. 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 Что. И. В принципе. Ничего. Можете. Уже. Что-то пробовать для себя. Что-то пробовать. Писать. Какие-то простенькие игрушки. Простенькие. Еще что-нибудь. Не только игрушки. Можно там. Просто. Пописать. Такие. Интересные приложения. Когда там. Скатываются. Шары. Падают. Там. Внизу. Прыгают. Прыгают. Пока не успокаиваются. И. Все такое. Ну. В общем. Вот этот. Исходник. Будет. Конечно же. В описании под видео. И. Не забывайте. Еще. Скачать. Дополнительные репозитории. Tools. SRC. Все должно лежать. У вас. Ну. Чтобы оно все работало. Оно у вас должно лежать. Так. Как лежит. На. Гитхабе. То есть. Там. 10 репозиторий. Соответственно. Все эти 10 репозиторий. Так. И. Должны создать какую-то корневую директорию. И. Туда. Один за одним. Выкачать все эти папки. Вот. Потому что. Здесь идет связка. Да. Где лежит проект. И. Сколько. На сколько уровней перейти. Вот. Здесь. Tools. SRC. External. Lips. И. Так. Дальше. То есть. Если у вас выкачаны все репозитории. То. Все у вас должно работать. Ну. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся. Комментируем. Исправляем мои ошибки. Ну. И. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok